Так, еще раз здравствуйте. Я вот тут немножко, чуть раньше подключилась, но послушала, в общем-то, как у вас выстраивается весь режим организационный. Итак, сегодня проблема, которую мы с вами будем обсуждать, это проблема коррекции слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи. Конечно, говоря о речевых нарушениях, мы прежде всего предполагаем те трудности, которые у нас возникают в плане вызывания всех фонетических компонентов языковой системы. Это и фономатический компонент, и произносительный компонент, лексико-грамматический и так далее. Но, конечно, коррекция слоговой структуры слова вот в этих структурных компонентах языковой системы занимает особенное место. Итак, и при нормальном речевом развитии, и в условиях патологии становления всех компонентов языковой системы, таких как фонетика, лексика, грамматика, весь этот процесс, он органически связан, конечно, с таким понятием, как слоговая структура слова. Если очень глубоко не погружаться в те терминологические течения, касаемо понимания, что такое слог, я думаю, что, наверное, об этом сейчас не стоит особо много тратить времени. В целом, единственное, что мы можем отметить, что слог определяется как фонетика, фонологическая единица. То есть она занимает промежуточное положение между звуком и речевым тактом, да, который регламентирует, собственно, весь процесс речеговорения. Если говорить о возрастном пределе, с которым связывает овладение ребенком структурными особенностями слов родного языка, то по данным разных источников все-таки определен возраст 3 года. Если вспомнить периодизацию речевого развития, который является хрестоматийной для всех педагогов, которые занимаются речевым воспитанием, я имею в виду труд Александра Николаевича Гвоздева, он определял, что нижняя граница нормы – это 3 года, верхняя граница нормы – это 4 года. И по современным исследованиям, касаемо изучения особенностей развития речи в условиях хонтогенеза, все-таки определяется, что к 3 годам ребенок способен воспроизводить слоговую структуру слова любой степени сложности. Естественно, здесь нужно сказать о тех исключениях, которые могут составлять слова более сложной. Слоговой структурой мы их называем многосложные слова, которые могут быть недоступны ребенку данного возраста, исходя из семантики, значения этого слова. Потому что семантика значения каждого слова, которое ребенок воспроизводит, конечно же, в первую очередь должна ему быть знакома. Итак, если говорить о показателях овладения слоговым строением слова, то во многом, конечно же, эти показатели определяются уровнем артикуляционных возможностей ребенка с состоянием фономатического восприятия. Конечно, в логопедической практике и в общей педагогической практике мы достаточно серьезное и большое внимание уделяем произносительной стороне речи ребенка. То есть у нас существуют разработанные общепедагогические методы развития произносительных навыков и в логопедической практике у нас достаточно четко определены все возможные методы и приемы по вызыванию звука. Вы наверняка прекрасно знаете эти приемы. В рамках сегодняшнего нашего вебинара мы особо останавливаться на этой проблематике не будем. Почему? Потому что все-таки связывать вопросы коррекции нарушения слоговой структуры слова только с проблемами формирования произношения неоправданно. И на это делают ссылки многие исследователи, которые занимаются проблемой слогоговорения, звука, звука слоговой структуры слова и так далее. Итак, мы с вами таким образом плавно подойдем к пониманию того, а что же является теми базовыми предпосылками, которые будут предопределять успешность формирования слоговой структуры слова у ребенка. Все психологические, психофизиологические, нейропсихологические исследования касаемо проблем усвоения слоговой структуры слова определяют следующие предпосылки, которые будут предопределять успешность формирования, то есть успешность восприятия и проговаривания слоговой структуры слова. Не забываем, что в процессе речи по рождению у нас участвуют два механизма. Это механизм восприятия и механизм собственного говорения. Так вот, успешность этих двух сторон общей деятельности речевой определяется следующими основными базовыми факторами, на которых мы сегодня с вами и остановимся. Во-первых, это определенный уровень сформированности оптико-пространственной ориентации. Сейчас поговорим чуть попозже, почему именно так. Это следующая предпосылка – это темпоритмическая организация движений и действий. Иногда мы их называем механизмами ряда образования и ритмизации. И следующая предпосылка, о которой мы сегодня тоже немного с вами поговорим, это способность к серийно-последовательной обработке информации. Итак, оптико-пространственная ориентация. Что здесь можно сказать, не углубляясь в теоретические взыскания по этому направлению? В целом мы можем отметить, что дефицитарность пространственных представлений различной степени выраженностей может иметь место при любом речевом развитии, и, конечно же, как и при нормальном, так и в условии дезонтогенеза. Подобные проявления, они нарушают линейность построения, этапность порождения любой сенсорной программы и любой двигательной программы. Кроме того, недостаточность оптико-пространственных представлений, они деформируют деятельность на различных уровнях, в том числе и на речевом уровне. И недостаточность пространственных представлений непосредственно проецируется на восприятии и воспроизведении последовательностей элементов слова. Поэтому, конечно, говорить о, казалось бы, слоговой структуре и оптико-пространственной ориентировке, конечно, в данном случае четко мы определяем, что дефицитарность пространственных представлений может сказываться на формировании речевой программы той самой линейной, той самой последовательности, которая и лежит в основе всей нашей языковой системы. То есть у нас элементы слова, они расположены линейно, и нарушение этой линейности как раз и приводит к нарушению, в общем-то, слоговой структуры этого слова. И в первую очередь именно недостаточность развития оптико-пространственных представлений может как раз и вызывать те затруднения, о которых мы с вами будем говорить. Следующая предпосылка, конечно, четко определяется в ряде нейропсихологических исследований в последние годы, что при любой серийной двигательной программе необходима обязательность некой ритмической составляющей. То есть без ритма любое действие, любая двигательная программа распадается. Чувство ритма само по себе, по своей структуре нет моторную природу. То есть нельзя просто слышать ритм, необходимо его и сопереживать. То есть слово воспроизведение ритма помогает осознать ритмическую организацию. Само чувство ритма формируется в антогенезе не сразу. Если, значит, попытаться обозначить некую такую периодизацию в развитии формирования чувства ритма в условиях нормы, то есть второй-третий год жизни у ребенка появляется способность к восприятию, воспроизведению темпа, следований звуковых сигналов, да, не только речевых. Четвертый год жизни появляется способность к восприятию, воспроизведению, соотношения акцентированных и неакцентированных звуков. То есть звуковысотность, способность к восприятию звучащей речи, да, развитие навыков моделирования речи по таким показателям, как силы, высота и так далее, и так далее. То есть они позволяют уже овладеть таким речевым образованием. И на пятом году жизни появляется способность к восприятию, воспроизведению непосредственно ритмического рисунка. Серийно-последовательная обработка информации. Это та предпосылка, которая и определяет уровень сформированности таких процессов, которые обеспечивают программирование, то есть выполнение последовательности операций в соответствии с заданной программой, то есть в соответствии с заданной программой ритма слова, да, и, соответственно, контроль над полученными результатами. И в основе этих процессов, которые способствуют развитию серийной последовательной обработки информации, лежат так называемые сукцессивные функции, да. Сукцессивные функции — это те операции, которые способствуют развлечению, запоминанию, воспроизведению как временных, так и пространственных последовательностей вербальных стимулов, да, действий, слог, звукослоговых ритмов в заданной определенной последовательности. Итак, вот эти три основные предпосылки в нейропсихологических исследованиях в большей степени определяются как те самые базовые, которые необходимо сформировать у ребенка для того, чтобы сформировать правильную слоговую структуру, чтобы ребенок не нарушал звукослоговую, скажем так, компоновку слова. Нарушение формирования указанных предпосылок как раз и приводит к нарушению слоговой структуры слов. На современном этапе, в том числе и в логопедической практике, четко определяется, что если у ребенка диагностируется общее недоразвитие речи, да, так вот ведущими стойкими проявлениями в рамках такого речевого дефекта, как раз признаны и искажения слогового состава слова. Действительно, в произношении у детей страдающей дислолией, то есть нарушение произношения отдельных групп звуков, обусловленных или нарушением нейродинамических процессов, или слабостью речи двигательных, речи слуховых анализаторов. У детей страдающие нарушением темпа, ритмической организации, речи, контур слова не нарушаются. То есть у них не нарушены те предпосылки, которые не сформированы, из которых и приведет к искажению слогового состава. Поэтому многие логопеды, многие исследователи предлагают, в общем-то, ориентироваться на характер сформированности слоговой структуры слова, в том числе и при постановке диагноза, и при определении характера речевой патологии. То есть мы имеем дело с фонетико-фономатическим нарушением, с фонетическими, фономатическими проблемами, с нарушением применения средств общения, или все-таки мы имеем дело с нарушением сформированности этих средств общения, которые у нас принято называть общим доразвитием речи. С чего начинаем работу? Любую работу, связанную с решением коррекционных вопросов, то есть с исправлением, с восстановлением нарушенной функции, это, конечно, обследование состояния. А в данном случае у нас разговор пойдет с вами об обследовании состояния, слоговой структуры слова и предпосылок становления ее у дошкольников. В целом нужно сказать, что, конечно, тех специалистов, которых интересует данная проблематика, конечно, для тех специалистов можно подобрать более развернутую программу диагностическую, которая позволит более детально выявить сформированность вот этих базовых предпосылок в регламенте нашего времени. У нас нет такой возможности всю программу во всем ее объеме здесь представить, но основные базовые моменты, основные ключевые диагностические факторы, которые закладываются в основе обследования, мы сейчас с вами постараемся рассмотреть. Итак, выявление наличия или отсутствия чувствительности к просадическим ритмическим характеристикам языковой единицы. Ну вот вы здесь видите те примеры упражнений, которые рекомендуются для обследования выявления характера сформированности, показателей по восприятию и воспроизведению как просадических, так и ритмических элементов слова. Какого рода это задание? Это определение длины слова. Как правило, мы используем элементы моделирования в таком случае, предлагаем короткие, длинные полоски, объясняется назначение этих полосок, и большая длинная полоска – это длинное слово, короткое – это значит короткое слово, дается инструкция, предлагается речевой материал, состоящий из длинных однослоговых слов, и из коротких однослоговых и длинных, как правило, это 4-5 слогов, и ребенок должен выбрать соответствующую полоску. Следующее задание – определение количества структурных элементов. То есть ребенку предлагается послушать имитацию звучания дудочки и определить количество услышанных слоговых элементов и, соответственно, замоделировать количество звуков с помощью такого рода кружочков. Дальше следующее задание, которое поможет понять характер сформированности такого рода чувствительности – определение акцентно выделяемых компонентов в слоговом ряду. То есть в данном случае, опять-таки, если все-таки дети у нас старше 4-х лет, поэтому предлагаем символы для того, чтобы наглядно представить ту инструкцию, которую мы предлагаем. То есть цветочек с бабочкой – это тот слоговой элемент, который будет воспроизведен более громко, и цветочек без бабочки – и слоговая цепочка без акцента. Ну и все, а потом предлагается речевой материал, то есть серия слогов с акцентами «па», 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 «ту», 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 и без акцента «та», 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 то есть без выделения голосом соответствующего элемента. Обследование, ну и так далее. Обследование возможности динамической и ритмической организации середних движений и действий. Ну, вы прекрасно знаете, какого рода здесь предлагаются задания. В основном это воспроизведение ритмической модели, типа тихий хлопок, громкий хлопок, да, или, например, громкий, тихий, два тихих, громко, громко, два тихих, тихо, громко, тихо, и так далее. То есть разные ритмические модели мы предлагаем для прослушивания, и перед ребенком стоит задача воспроизвести тот ритм, который мы ему продемонстрировали. Следующее задание. На определение ритмических, наличие или отсутствие ритмических и структурных искажений в слове. Тоже достаточно простые упражнения и задания. Определить наличие и отсутствие ритмического искажения в слове. То есть ребенка предлагается для прослушивания так называемых квазислован. И два варианта подачи инструкции с предметной или без предметной картинки. Правильно ли говорит Буратино? Это нога, это слоны и так далее. Следующее задание. Определение наличия и отсутствия структурного искажения. Слово опять-таки с опорой на предметные и без опоры на предметные картинки. «Покажи», «Посмотри», «Скажи», «Здесь есть» и дается вариант нормированного слова и квазислов. Обследование пространственных представлений и ориентации. В основном мы предлагаем в рамках диагностики двухмерное пространство. То есть предлагаем построить линейный ряд в том порядке, которым мы ему предлагаем. С задачей ребенка скопировать тот ряд, которым был ему продемонстрирован. И предлагается продолжить горизонтальный ряд, вертикальный ряд и используем для этого геометрические фигуры. Следующее. Предлагаем изобразить графические знаки на листе бумаги. Нарисуй кружок в середине листа, поставь крестик наверху листа, нарисуй треугольник внизу листа и так далее. И варианты с использованием предлогов под и между, когда у нас имеются уже некие изображенные объекты на листе. Обследование произношения слов различной структурной сложности. Конечно, в первую очередь мы обследуем произношение однослоговых слов. Дом, дыма, кот, бык, кот, кит и так далее. Далее переходим от простого к сложному, мы переходим к произнесению до сложных слов без стечения согласных звуков. А потом уже в третьем задании, как мы видим, можем уже предложить односложные слова, но со стечениями согласных в начале слова и со стечениями согласных звуков в конце слова. Вообще, надо сказать, что те исследования, которые посвящены слоговой структуре слова и нарушению слоговой структуры слова, в большей степени определяют, что у детей, конечно, страдает воспроизведение тех структур, где имеются стечения согласных. Следующее задание – произнесение уже двухсложных слов со стечением согласных звуков. Дальше – произнесение трехсложных слов без стечения согласных и со стечениями согласных. Предлагаются наиболее распространенные типы построения слоговой структуры – это с использованием открытых слогов и так называемых слогов-замочков. Когда согласный открытый закрывает, согласный гласный прямой слог закрывается согласным звуком. В результате диагностики основные базовые моменты, которых мы с вами обозначили, у нас определяются виды нарушения слоговой структуры слова. Чаще всего это нарушение количества слогов, то есть элизии, когда сокращается структура слова, итерации, когда опускается ребенком слога образующая гласная или увеличение числа слогов за счет добавления слога образующих гласных. Следующий вариант – это нарушение последовательности слогов в слове. Примеры вы видите. Это может быть перестановка слогов в слове и перестановка звуков соседних слогов. Искажение структуры отдельного слога, то есть сокращение стечения согласных, превращающие закрытый слог в открытый. Капута вместо капуста, вегана вместо виноград. Ну и вставка согласных в слог, дополнительных согласных. Следующим вариантом – антиципации, то есть уподобление одного слога другому, персеверации, состревание на одном слоге, то есть повторение, и контоминации, то есть соединение частей двух слов. Это очень частая история, которая у нас возникает у детей, когда они начинают усваиваться основные модели словообразования. Итак, по мнению Филичевой, по мнению Чиркиной, по мнению Усановой, самым распространенным видом нарушения слоговой структуры – это нарушение воспроизведения в стечении согласных звуков. Итак, вот мы вкратце с вами прошли о том, какие у нас базовые предпосылки лежат в основе формирования слоговой структуры слова, и обозначили, на что у нас может быть направлена организация логопедического обследования для выявления уровня сформированности этих базовых предпосылок. Ну и поговорим о самых основных моментах, касаемо коррекции слоговой структуры слова. Первое – это формирование пространственных представлений и оптика пространственной ориентировки. Самые простые упражнения, с которых мы, как правило, начинаем выстраивать всю систему коррекционной работы касаемо вот этого аспекта коррекционной деятельности, это практическое обучение ребенка практическому осознанию схем собственного тела и тела другого объекта. То есть это верхняя, нижняя часть тела, вентральные, дарзальные стороны тела, то есть вертикальная, горизонтальная асимметрия конечностей, освоение пространственных отношений между предметами собственного тела, то есть относительно другого субъекта и соответственной вербализации. Используются соответственно в наречии пространственные предлоги. Определение степени удаленности предмета от собственного тела или от тела другого субъекта. Кроме того, формируется освоение и вербализация различных направлений окружающего пространства впереди, позади, далеко, близко, высоко, низко, относительно сторон собственного тела и тела другого субъекта. Далее, построение. Построение, удержание, изменение серии манипулятивных действий с предметами по заданной инструкции. К примеру инструкции, продолжить ряд предметов и дается ряд. Мячик, кубик, пирамидка. Мячик, кубик, пирамидка. И продолжается. Или поставь пирамидку справа от нее, поставь кубик и так далее. Определение расстояния между предметами путем подбора дорожек разной длины. То есть расстояние более длительное, значит длинная дорожка. Если ближе матрешка, близко от домика, ей нужна короткая дорожка. Вот такие простые упражнения. Освоение, дифференциация и вербализация направления картинного ряда, расположенного вертикально. То есть вверху, внизу, выше, ниже, над, под. И касаемо горизонтального ряда. Перед, за, после, рядом, около, между. Правильное зрительное отслеживание порядка элементов как по вертикали, так и по горизонтали. Освоение и вербализация пространственных отношений элементов плоскостного предмета. Это рыбка, овал, туловище, большой треугольник, верхний плавник. И то есть мы объясняем и составляем такого рода композицию через вербализацию. Расположение предметов на плоскости с учетом заданных ориентинов. Треугольник находится сверху квадратика. Построение последовательности фигур с учетом величины по возрастанию, по убыванию, чередования элементов по возрастанию, по убыванию. Изображение графического ряда из одинаковых и разных элементов. Тоже в данном случае в рамках построения графического ряда мы можем в основу закладывать или цвет, или форму, или величину. Ритмы. Касаемо работы с ритмом. Здесь я бы хотела сказать о... которая представляет собой соединение движения артикуляционного аппарата с движениями кисти рук. То есть ребенок выполняет артикуляционные движения или удерживает позу. Но в данном случае легче все-таки работать на динамических упражнениях. И одновременно обеими руками имитирует, повторяет движения артикуляционного аппарата. И синхронизировать эту работу артикуляционного аппарата рук помогает соответствующее музыкальное сопровождение. Ну, чтобы немножечко как бы вас вывести на уровень такого рода работы, ну, давайте мы попытаемся с вами это все как-то проимитировать. Как это все может выглядеть? Вот такая простая разминочка. Давайте попробуем. Ну, то есть звучит у нас музыкальное сопровождение. И мы подключаем. Да? И работаем. Ручками. Ручками. Лифом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть и треугольники, и бубен, и различные... Господи, как они называются... Ксилофоны и так далее, и так далее. То есть самое главное, чтобы ребенок прислушивался и умел воспроизводить заданный ритм. Можно использовать мяч-мяч, то есть мы отступим этот ритм мячом о пол. И поэтому, конечно, подобного рода ритмизация деятельности ребенка – это очень важный момент, который особенно необходим детям с такими системными нарушениями. Значит, ну, здесь можно предложить, кроме вот тех ритмических упражнений, о которых мы с вами говорили, только что о которых говорили, ну, и, соответственно, можно предложить такого рода игры и упражнения. Передай привет, да? Дети выстраиваются по кругу друг за другом, хлопками по плечу передают заданное количество ударов в заданном логопедом ритме, да, или в заданном темпе, и, соответственно, отвечают затем на вопросы. Как хлопали по твоему плечу? Сколько раз хлопнули? Хлопки одинаковые или разные? Значит, ребенку предлагается воспроизвести и так далее. Бабочки, цветы. Опять-таки, цветок с бабочкой – сильный удар, хлопок. Цветок без бабочки – слабый удар. И мы можем перед детьми разложить вот эти картиночки, символические изображения, и дети уже могут сами этот ритм уже выстраивать и воспроизводить этот ритм. То есть инструкция «Смотри на картиночки» и «Хлопай правильный». Кроме того, мне очень нравится работа, конечно, со слоговыми дорожками. Со слоговыми дорожками на уровне слога, да, то есть это слоги, состоящие из, как правило, начиная с открытых слогов, согласных, гласных. И предлагаются для работы с такими слоговыми дорожками, конечно, те слоги, которые доступны ребенку для произношения. Вот. Сначала мы отработаем в прямых слогах, потом мы можем подключить обратные слоги, можем подключить закрытые слоги и так далее. А когда мы работаем со слоговыми дорожками, иногда не всегда удобно выделять ударный звук хлопком, поэтому чаще всего мы работаем, когда ладошками ударяем по поверхности стола. Па-па-па. 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 Та-та-та. То есть вот ладошками мы можем даже сесть напротив ребенка, и мы работаем на эти ладошки. Во-первых, звук получается мягче, здесь используется элемент все-таки, он может, если в случае ребенок не может, например, повторить, он может положить свои ладошки на ваши руки, и таким образом мы отрабатываем такого рода упражнения. Дальше дифференциация силы звучания языковой единицы громко, тихо, длинное звучание длинное, короткое. Здесь опять-таки мы можем использовать что? Мы можем использовать символы в отдельный громкий звук, например, снежинка – слабый звук. И таким образом мы можем работать по подаче силы голоса, значит, с использованием таких символов и на работе со звуками, и на работе со слогом, и на работе со словами. То есть используем разную силу голоса подачи. Ну, вот пример такого рода упражнения, например, у каждого ребенка два символа, обозначающие длину слов и набор предметных картинок. Если, например, здесь у нас идет задача, значит, обучить пониманию и введению такого понятия, как длинное слово и короткое слово. Ну, вы прекрасно понимаете, что для введения такого рода понятия нужны контрастные по слоговой структуре слова, то есть это однослоговые и трех-четырехслоговые. И, соответственно, символ короткой длинной полоской, и ребенок, значит, ориентируется в звучании, длина звучания слова. Здесь хотелось бы особое внимание обратить на этапе работы над слоговой структурой слова на момент касаемо формирования представлений о слогообразующей роли гласных. Значит, если ребенок, например, еще не знает буквы, да, и, значит, мы подводим к, пока работаем на этапе выделения гласного звука, стандартно у нас идет обозначение гласного звука красная фишка. Вот предлагается использовать не только цвет для обозначения гласного звука, но и те оральные внешние характеристики каждого звука, которые моделируются с помощью изменения формы вот этого символа звука, да. То есть получается А – это красный, О – это самый маленький кружок, О – это овал, И – это прямоугольничек, вот. И с такими, И – это половинка кружочка, И. И таким образом дети уже начинают ориентироваться в разности звучания гласных и определении наличия гласных в слое. Вообще, конечно, для коррекции слоговой структуры очень важно научить детей выделять гласный, потому что слогообразующую роль гласных. Речевики очень часто, когда начинают обладевать уже письменной, в большей степени речи, они очень часто теряют эти гласные, и в результате мы имеем дело с сопрощением слоговой структуры слов, так называемой элизии. Поэтому на этом этапе уделить внимание именно моделированию гласных и вот с помощью и такого рода модели – это очень такой важный коррекционный момент. Каждое слово, например, может для закрепления соотноситься с определенной парой символа, слогообразующей гласных. То есть в данном случае уже отрабатываются заданные модели, и в соответствии с той или иной моделью подбираются парные звуки, подходящие под данную структуру. Батон, насос, например, или там сумка, утка. Все, эти модели подходят. То есть мы как раз видим те гласные, которые определяются в структуре этих слов. Далее. Следующий, конечно, этап – это все, что касаемо проговаривания слов доступного слогового класса. Значит, слоговая структура слова определяется как чередование ударных, безударных слогов, различной степени сложности, и, как правило, определяется по четырьм параметрам. Это ударность, это количество слогов, это линейность последовательная, да, слогов в структуре слова и модель самого слога. И здесь, конечно, нужно поговорить о подборе речевого материала для проговаривания слов доступного слогового класса. Итак, несколько слов о типах слоговой структуры слова по возрастающей степени сложности. Итак, первое – это двусложные слова, состоящие из открытых слогов. Мама, папа, баба, деда, митя, витя и так далее. Это так называемый первый тип слоговой структуры слова, которые являются первыми для закрепления навыков словоговорения. Трехсложные слова из открытых слогов, то есть увеличиваем количество слогов, но сохраняем структуру слова. Малина, долина, поляна, то есть это так называемый второй тип слоговой структуры слова. И подбирается соответствующий речевой и картинный материал для отработки слогопроизношения. После того, как мы отработали в речи детей слогоговорение на примере открытых, слово, состоящее из открытых слогов, двух-трех, можно уже переходить на односложные слова. Односложные слова – так называемые слова-замочки. Вообще, работе над словами-замочками нужно уделить особое внимание. Почему? Потому что когда к слову-замочку добавляется прямой слог, то есть появляется то самое слово, которое будет содержать в себе стечение согласных и которое в большей степени вызывает трудности у детей. Поэтому стараемся весь процесс слогопроизношения на примере этих слов максимально моделируя. В данном случае это удобнее сделать, когда мы пользуемся вот такими простыми жестами. То есть, например, «мак» – закрыли домик. «Дом», «бык», «пень», «лев». Потом, когда мы уже перейдем в другой тип, то есть у нас на этот замочек добавляется еще открытый слог и получается вот у нас вот такого рода слоговая структура. То есть, когда вот этот замочек они видят, слышат жест, запоминают, то ребенку легче, когда он уже будет, например, печатать эти слова, да, или выкладывать звукослоговую схему. То есть вот такого рода указания помогут ребенку достаточно быстро сориентироваться и не потерять согласный при стечении. Двусложные слова с закрытым слогом на конце слова. То есть идет «ди», «ван», «банан», «мебель». То есть вот мы вот таким образом с вами фиксируем подобного рода слогоговорения так называемого четвертого типа слоговой структуры. Ну, я думаю, вы знаете, что все эти типы слоговой структуры, они у нас были определены марковой. Двусложные слова со стечением согласных в середине слова. Это пятый тип слоговой структуры, да. То есть получается «кань», «ки», «вет», «ка», «кис», «ка». Двусложные слова, состоящие из закрытых слогов, да, то есть два замочка в слове, да, «даком», «пот», да, то есть два замочка. Закрываем, вот, и, соответственно, учим детей таким образом и моделировать, и, значит, акцентируем внимание на вот такого рода закрытие слога. Дальше, следующий тип, трехсложные слова с закрытым слогом на конце слова, то есть идет два открытых и замочек. Бегемот, телефон, да, вот, там, теленок, котенок. Трехсложные слова со стечением согласных, да, то есть мы видим, что у нас в середине уже идет, да, яблоко, колбаса, конфета, колбаса, да, вот, поэтому, конечно, я, по сути дела, я – это дифтонг, то есть это два звука, и, о, яблоко. Ну, конечно, такого рода слова для анализа мы даем уже в зависимости от возраста детей, но на восприятие, на произношении вполне можно работать с этим речевым материалом. Трехсложные слова – это девятый тип со стечением согласных и закрытым слогом в конце слова, да, куз – замочек, не – чик – замочек, «са» – открытый слог, «дов» – замочек, не –, да, то есть вот такого рода тип слоговой структуры. Девятый. Десятый. Трехсложные слова с двумя стечениями согласных, да, «тршк» – матрешка, «збшк» – избушка, «гршк» – игрушки, то есть это уже достаточно сложный для слогового оформления сложный речевой материал, поэтому вот мы к нему постепенно-постепенно начинаем выходить. Далее. Определяются односложные слова со стечением согласных в начале или в конце слова. Они – это тип одиннадцатый, он один из самых сложных, несмотря на то, что это однослоговое слово. Вот, поэтому, конечно, они требуют, не всегда учитывают нюансы педагогии, и когда работают однослоговыми словами, такой тип слоговой структуры часто на начальном этапе выносят, выносят на начальный этап. Этого делать не следует. Это один из самых сложных слоговых структур в русском языке. Поэтому нужно, в общем-то, тоже быть внимательным подобного рода речевому материалу. Следующие. Двусложные слова с двумя стечениями согласны. Гнездо, птенцы, гвозди. Ну и, соответственно, подбираются различные речевые материалы, речевые задания, чтобы разнообразить подачу и, значит, сохранить мотивированность ребенка подобного рода речевой работе. Четырехсложные слова из открытых словов. Потому что четыре слога, несмотря на то, что все слоги у нас открыты. черепаха, открытые. Буратино, пианино и так далее. Четырехсложные слова со стечением согласных. Ну вот, остановка, земля, ника. Вот мы с вами дошли до 14-го типа. То есть это те 14 типов слоговых структур, которые у нас принято отрабатывать в логопедической практике. При проговаривании слов доступного слогового состава обязательно нужно учитывать, конечно же, зону ближайшего развития. То есть сначала собрав по несколько слов из всех классов, предлагаем их ребенку для отраженного проговаривания, выясняем уровень его возможностей, ну а потом уже начинаем проговаривать слова на доступном слоговом классе, пока проговаривание данного слогового класса не станет достаточно уверенным. Затем уже постепенно начинаем добавлять более сложные слоговые классы, каждый раз как бы вот образно выражаясь, заступая за зону ближайшего развития. Далее автоматизированные слова отрабатываются в словосочетаниях, простых предложениях. То есть в данном случае мы говорим о чем? Что необходимо делать упор на произнесении слов и соединении в словах разной слоговой структуры. А по поводу слогового анализа и синтеза. Значит, конечно же, слоговой анализ и синтез, то есть предполагает, во-первых, это анализ слова на составляющие слоговые элементы и воспроизведение структуры слова на основе тех слоговых элементов, которые войдут в структуру слова. Поэтому, конечно, как только мы начинаем учить детей выделять количество слогов, то есть определять количество слогов, осуществлять позиционный слоговой анализ, определять последовательность слогов в структуре слова, поэтому, конечно, как только мы приступаем к подобного рода речевой работе, сразу у нас дается обязательно одномоментное понятие ударения. И роль ударения, роль ударности хорошо демонстрирует на словах значение, семантическое значение которых меняется в зависимости от постановки ударения. Ну, можно предложить наши традиционные схемы по постановке ударения, обозначение по моделированию слоговой структуры, когда мы обозначаем черненькой полоской ударный слог, а можно поработать, не торопясь пока выходить на звукослаговой анализ выделения согласных и всех гласных, когда ребенок уже научился хорошо ловить гласные в структуре слова, можно уже на этом этапе начать работать по выделению ударного гласного. И потом только уже переходить к тем традиционным моделям слоговым, которые наверняка вы все хорошо знаете, то есть это синий-красный, деление на полоски на слоги и так далее, и так далее. Вот на этапе работы с гласными звуками можно предложить такую модель, когда с помощью восклицательного знака выделяется ударная позиция, то есть тот гласный, слогообразующий, который звучит громко. Ну и вот эти слова «гласки», «гласки», «замки», «замки», «маски», «маски», «капки», «капки» и так далее. Вот такого рода речевой материал, как правило, мы используем. Ну и кроме того, постепенно, конечно, мы выходим на определение слоговой линейности в структуре слова, то есть можно использовать вот как линии с точками, можно использовать полосочки, которые регламентированы по соответствующему количеству слогов и подбираются соответствующие в той последовательности, о которой мы с вами говорили, значит, моделирование структуры слога однослоговых слов, двуслоговых слов, трехслоговых слов и так далее. Ну, здесь вот, например, тоже такого рода задание, что на первой картинке, то есть видит название слева, которое и, соответственно, определяет длину и количество слогов, на второй картинке дается моделирование количества слогов и, соответственно, нужно подобрать каждой модели название картинки. Следующий набор упражнений, связанный по развитию слоговых навыков, это прогнозирование финального и инициального элементов слова с опорой на предметной картинке. Ну, здесь вот примеры подобного рода упражнений. Закончи слово, да, то есть на основе восприятия инициальной части лексической единицы. То есть логопед предлагает детям рассмотреть ряд из двух, а затем три-четыре предметные картинки предлагаются и выполнить соответствующую инструкцию. Я начну слово, а вы продолжите. И назовете, в конце концов, все слово. Здесь очень важный момент, то есть мы не останавливаемся на этом этапе работы, когда ребенок договаривает слово, то есть в конце концов ребенок должен полностью воспроизвести всю структуру слова. и используем соответствующие картинки. Как вы здесь видите, на начальных этапах, конечно же, предлагаются картинки, выстроенные по варианту открытого слова. Второй вариант это угадай начало слова, то есть опять-таки прогнозирование инициального элемента, то есть на основе восприятия уже финальной части лексической единицы, та же самая инструкция, я скажу конец слова, а вы угадаете его начало. И в конце концов, потом обязательно, как только будет слово угадано, названо, должно быть все слово. И, как правило, мы для этого, конечно же, используем опору на картинку, чтобы ребенок понимал, в принципе, о каком предмете может идти речь, о каком именовании. Следующее упражнение можно предложить на слоговые трансформации в слове, то есть найти маленькое слово в большом. Логопед предлагает детям для восприятия на слух слова, в которых утрированно выделяет ударную часть, являющуюся словом, а дети выполняют инструкцию. То есть найдите маленькое слово в большом. Колобок, клубок, ну там что еще, майка, поэтому такого рода упражнение очень интересно. Сделать одно слово из двух, предлагается детям рассмотреть ряд из двух предметных картинок, при соединении названия которых можно получить новое слово, например, вол и осы. И получается волосы, пол, осы, полосы. Соединяем из двух слов одно слово. Ну, обязательно, конечно же, для этого нам нужно использовать что? Предметные картинки. Спасибо за внимание. То есть вот самые голопом по Европам, что называется, ну, самые такие ключевые моменты, на которых я бы хотела вам обратить ваше внимание, я, в общем-то, обозначила. Какие ко мне будут вопросы? ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, если ребенок, ой, улетела куда-то, проглатывает первый звук. Например, а дарки, я так понимаю, да, что-то у вас там прозвучало, а не подарки. Ну, во-первых, конечно, в данном случае мы говорим о том, что это в отдельных словах, или это в принципе ребенок таким образом конструирует звуковой рисунок слова. поэтому в данном случае я бы порекомендовала поработать над слога звукопроизношения слов, которые начинаются именно с открытого слога. ПА, НА, да, то есть ПАР, да, то есть это могут быть прямые, двусложные, слова-замочки, ПАР, ДОМ, то есть вот нужно сформировать вот этот прямой открытый слог, который будет в структуре слова. поиграть с ребенком ПА, договаривание слова, ПО, как можно продолжить слово, НА, продолжаем слово. То есть здесь, конечно же, во-первых, такого рода я не могу сейчас озвучивать не видя ребенка и не понимая всей картины, но в данном случае здесь нужно поработать именно над формированием структуры, звукослаговой структуры на речевом материале двухсложных слов с открытыми слогами, трехсложных слов с открытыми слогами и слов с замочком. ПАР, ДОМ, КОТ. И зависит еще от возраста ребенка, тут непонятно какой возраст. Если возраст позволяет моделировать, то значит нужно обязательно работать по приему моделирования обязательно. Вот. И закреплять положение согласного в структуре слова. Ну вот возраст непонятен, поэтому мне трудно что-либо сказать, но вот в первую очередь я бы наверное об этом могла сказать. Где можно еще познакомиться с вашим опытом работы? Ну я практикую, я работаю доцентом на кафедре, мои студенты сейчас вот пинком выгонялась аудитория, никак не уходили, у нас активная очень-то работа идет, и в основном я не выступаю где-либо, кроме как вот работать со своими студентами. Так, так, читаю. Ну, как поставить сонурные звуки? Ну, во-первых, чтобы поставить звуки, тут надо читать отдельный вебинар по технике постановки звука, потому что у меня, например, когда мы работаем над приемами вызывания звука, то у нас практически на одну лексическую группу уходит, ну, минимум скромненько часа два, чтобы объяснить, понять, потому что не просто нужно поставить звук, да, то есть нужно, в общем-то, это сделать правильно и энергетически менее затратно, да, по времени, поэтому, конечно, если такая проблема связана с постановкой звука интересует, то здесь нужно просто отдельный семинар, я сейчас не могу вам все эти приемы, так их очень много. Первый класс, ребенок не может выучить буквы, слоги читать не может. Ну, во-первых, еще раз повторяю, если говорить о нарушении данного случая, мы не можем говорить, раз это первый класс, о нарушении письменной речи, потому что диагноз дисграфия и дислексия у нас в первом классе не ставится, но мы можем предположить недостаточную сформированность тех базовых предпосылок, которые обеспечат запоминание образа буквы, то есть это графема. То есть графема это обозначение фонемы, то есть графема это что? Это буква, фонема это звук, кинема это то, что мы пишем. Поэтому вполне возможно, что ребенку нужно помочь выстроить вот эту связь фонема, графема, кинема. Причина может быть такая, что в данном случае здесь и зрительное восприятие может страдать, и мистические процессы могут быть. Поэтому в целом, конечно, нужно в первую очередь обязательно решать эту проблему. Почему? Потому что все это в конце концов приведет к стойким трудностям, к стойкой неуспеваемости и дальнейшей нарастанию проблем в плане обладения членом письмом. Поэтому нужно проверить, выяснить, почему ребенку трудно дается запоминание образа буквы. В логопедической практике у нас очень много для этого существует технологий, то есть это и лепка, и рисование, и обводка, и так далее. Но я когда работала в центре Монте-Сори, мы активно использовали практику запоминания буквы на таком ящичек с короткими бортами, засыпали туда маночку, и вот там мы в этой маночке рисование в воздухе, рисование здесь стерли еще разок. Все это лепить и так далее, это все трудоемко, не очень. И вот еще мне очень нравились по Монте-Сори вот такие дощечки деревянные, и там значит контур в сантиметр, такая шероховатая поверхность для запоминания. Киностетически у многих детей очень развита тактильная память, киностетические ощущения очень развиты. Вполне возможно, вот у меня с теми детьми, которые работали до недавнего времени, у них очень хорошо этот шел прием, то есть они запоминали букву, то есть берешь на ощупь, они ее угадывают, запоминают и соотносят, то есть вот такого рода приемы, они существуют в логопедической практике, это то, что просто нужно умело их комбинировать. Так, что еще? Подскажите литературу, по каким авторам? Ну, касаемо слоговой структуры, кого я могу порекомендовать? Ну, во-первых, Ткаченко. У нее очень много дидактических пособий по коррекции слоговой структуры слова. Ткаченко. Мне нравятся ее, в общем-то, рекомендации, они разумные, они выстроены на достаточно большом практическом опыте работы. Вот, Ткаченко, в первую очередь, Бабину, посмотрите, она защитила диссертацию по коррекции слоговой структуры слова, значит, выпустила книжку, выпустила альбом по коррекции слоговой структуры, посмотрите вот этого автора. Ну, вот, как бы, сходу я могу вам назвать, ну, те, кто, вот, я, ну, вызывает у меня доверие, скажу так. Так, что там еще у нас? Меняет слоги не стакан, скотан. Ну, 4-5 лет. Ну, еще раз повторяю, как все, что связано с нарушением, да, слоговой структуры слова, ну, во-первых, это те предпосылки, о которых я с вами говорила. То есть в данном случае механизм ряда говорения, механизм последовательности, это работа с ритмом, это работа по наращиванию структуры. Вот все, что мы сейчас с вами говорили, это все здесь. что касаемо, вот, стакан, скотан. То есть здесь идет уподобление звука из рядом стоящего слога. Поэтому это все, вот все те приемы, о которых мы с вами говорили, их нужно попробовать проработать с этим ребеночком. После закрытых слогов возникает проблема. Зима. То есть ребенок категорически восстает против закрытых слогов. Есть такая история. Да. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, опять-таки повторяю, слоговые дорожки. Работайте побольше со слоговыми дорожками. Когда я начинала свою речевую практику, у меня дали подготовительный класс 19 алариков. Подготовительный класс тяжелое нарушение речи, школа. Да, то есть нужно за вот этот нулевой класс и научить читать, и научить писать, и научить говорить. Поэтому слоговые дорожки вот эти каждый, каждый, каждый день. И на... Как зарядка. Как речевая зарядка. Поэтому попробуйте. Так, что еще? Так, вебинар по... Ну, вы знаете, вы со своими руководителями поговорите. Если нужен вебинар по коррекции звуков, по постановке звуков, да, то есть по шипящим, по сонорам, пожалуйста. Но еще раз повторяю, это отдельная тема для разговора, потому что, ну, там очень много таких нюансов интересных, которые нужно знать, да, и правильно как бы выполнять, и на что нужно указывать, да, сосредотачивать внимание ребенка, от этого будет зависеть вообще формирование вот этого уклада. Поэтому тут отдельная, конечно, история. Сейчас вот я, наверное, не смогу вам сейчас все это взять и как бы раскрыть. Ну, в целом, в целом, я так понимаю, что у нас разговор с вами сегодня закончен. Я вас благодарю за внимание и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всего доброго, чтобы все ваши желания сбылись, чтобы все были здоровы, вот и, чтобы все были счастливы. и чтобы наша работа приносила нам удовольствие. Вот. Мы педагоги, нам без этого нельзя. Спасибо всем за общение. Всего вам доброго. Да, спасибо за доброе пожелание. Все. Спасибо.